Привет! Разъебашили сегодня орков. Путин, ты хуело знай, и весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно, но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Пойдемте покажу. Среди Беларуси сегодня есть поранения? Нет, в Беларуси все целое. Вот это захоплена тоже техника, правильно? Это захопленная техника, это подорванная техника. Смотрим. Но ключевое есть много трофеев. И это не только раз и два. Еще стоит вон там танк. Скажите, пожалуйста, вы не боялись штурмовать? Я так понимаю, что вы штурмовали с одним танком и двума БМП. А у врага тут было просто, ну я бачу, тут дохера танков, БМП и много чего. И вот вы все равно смогли верваться и захопить это все. А чего нам бояться? Мы боремся за правду, мы свободные люди, поэтому нам нечего бояться. Поэтому, как видно, победа за нами. Скажите, если вы застрянете Беларуси или россиян, ну россиян, разумею, вы уже застряли, а если вы застрянете Беларуси, вот и какие ваши ставления, то, что беларуси сейчас начебто воюют за Российскую Федерацию? Будем тоже убивать. Много было видео, много было сказанного о том, чтобы они не шли на это, но если пойдут, значит будем встречать, как и все. Скажите, пожалуйста, среди украинских военных добровольцев разумов есть о том, что полоненных не берут. Вы тоже не будете брать в полон Беларуси? Или у вас есть все-таки какие-то сантименты для них? Я думаю, мы будем смотреть по ситуации, но, скорее всего, будем брать в полон. Хотелось бы спросить, почему они это делают, из-за кого они это делают. Поэтому будем смотреть, как все это. Я бы на месте беларуси вздавался в полон беларусам, потому что украинские добровольцы и Збройные Сили, за моими спостережениями, давно уже в полон никого не берут.